И сейчас на месте взрыва бытового газа на улице Липецкой в Челябинске работает наш корреспондент Егор Хвисюк. У него вся последняя информация о происшествии. Вот и само место взрыва. И здесь еще видны его следы. Посмотрите, весь асфальт буквально усыпан осколками стекол. Здесь валяются вот остатки того, что раньше было балконом и окнами, и квартирой. И видно даже вот некоторые вещи, которые из-за взрыва вылетели на улицу. Это птичья клетка. Кстати, как нам рассказали, здесь жил попугай, и местным детишкам удалось его спасти. Ну и сразу же давайте оценим масштаб взрыва. Вот только посмотрите. Взорвался балкон вот того дома. Конечно, разрушение огромное. Но примечательно то, что его осколки перелетели через всю улицу. Сейчас находятся вот здесь вот. И давайте послушаем, как всю эту ситуацию видели жильцы дома, соседи вот этой квартиры, где произошло ЧП. Слышала, меня аж подпрыгнуло, я аж ребенок заплакал, собака испугалась, спряталась. И что, как бежат? Ну, говорят, пострадавшие. Есть женщина, ребенок. Хоть в годницу не везли. Страшно было? Страшно, конечно. Я быстрее собаку схватила, ребенка, и быстрее бежать. Вот еще одна деталь, которая позволяет оценить масштабы взрыва. Вы видите, стекла выбило даже с противоположной стороны дома. Я отмечу, что сейчас место происшествия оцеплено. В подъезд пускают только добровольцев, которые согласились помочь вынести уцелевшие вещи. Ну и, конечно, самое интересное все-таки происходит сейчас вот здесь, на другой стороне дома. Сотрудники МЧС выбрасывают через окна те вещи, которые пострадали от взрыва. Ну или, проще говоря, хлам. И я отмечу, что жильцов обратно в дома пустят только после того, как здесь пройдет специальная экспертиза. Люди выведены, все системы жизнеобеспечения в исправном состоянии, но временно отключены. После того, как будет выяснено, возможно ли дальнейшее проживание, то есть будет решен вопрос, будут ли жители снова вернуться из своей квартиры. Конечно же, на происшествии моментально среагировали спецслужбы. Вот пожарная машина стоит, еще несколько машин службы пожаротушения спасателей. Чуть вдалеке, вот подаль скорая, находится вообще на место происшествия выехало 80 человек, 23 единицы техники. И заняться было чем. В результате взрыва одна из женщин, пожилая, оказалась заблокирована в собственной квартире. Ее при помощи скалолазного оборудования и лестницы, конечно же, эвакуировали в итоге. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Ну а больше всего пострадали 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Сначала поступала информация о том, что они всего лишь соседи той квартиры, в которой произошло ЧП. Но сейчас стало ясно, уже подтвердили нам это сотрудники МЧС, что в действительности они и проживали в той квартире, где произошел взрыв. С ними уже работают медики, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У обоих имеются термические ожоги. У оба госпитализированного отделения реанимации интенсивной терапии, где проводятся противошоковые мероприятия. Состояние у них тяжелое, стабильное. Виновник происшествия уже определенно один из жильцов дома хранил у себя на балконе 5-литровые газовые баллоны. Видимо, он стал пропускать газ, и из-за теплой погоды, из-за солнечных лучей произошло детонирование. Когда именно пройдет экспертиза, пока что даже спасатели сказать не могут точно. И все это время, пока оно идет, жильцы подъезда не смогут попасть в свои квартиры. Но это, конечно же, не просто так делают. Взрыв мог повредить другие системы жизнеобеспечения, что может привести к гораздо более крупным ЧП. Егор Хвисюк, Евгений Чекалов, ОТВ.